Ребята, всем привет! Недавно вышло обновление Windows 11, Insider Preview, сборочка 25197. Я делал последний обзор на сборочку 25163, и вот прошло несколько этапов выхода сборок, и, соответственно, мы пришли к самой последней 25197. 1000RS Prelias. В общем, вот такое полное название. Она доступна пользователям программы предварительной оценки Windows канала Dev. Как видите, у меня канал нельзя выбрать. По поводу того, как установить последнюю сборку Insider Preview, у меня есть ролик, ссылочку оставлю в описании, и вы сможете без проблем, даже если ваш компьютер не поддерживает Windows 11 по каким-то либо причинам, например, нет у вас модуля TPM 2.0, то установить вы все равно ее сможете. Не забываем, переходим по ссылочке в описании и смотрим, как это сделать. Что сразу хочу отметить, что было исправлено, не знаю, дело было именно в сборках, либо же это какая-то иная проблема, но у меня дрова AMD на видеокарту не вставали на предыдущих сборках Insider Preview. Здесь проблема решена. Сразу установил драйвер, все запахало, все заработало. В общем, вот такие вот дела. Assassin's Creed здесь также работает без проблем, проверял уже на этой сборке, так что можно ее ставить, если у вас не работало. Так, и еще одно но. Даже если ваш компьютер поддерживает программу предварительной оценки Windows, без проблем канал Dev вас поддерживает, то есть все в порядке с вашим компьютером, но это обновление вы почему-то пропустили. Причина такова, что введены санкции против российских пользователей и, соответственно, просто так обновление вам приходить не будет. Так что не забывайте включить VPN, а затем в центре обновления проверить наличие тех самых обновлений. Ну и давайте быстро пробежимся по нововведениям в этой сборке. Еще раз напоминаю, сборка 25197. Значит, у нас панель задач оптимизирована для планшетов теперь. Microsoft повторно выпускает панель задач, оптимизированную для сенсорного ввода. Представлено новое состояние панели задач, специально разработанное для того, чтобы вы чувствовали себя более уверенно и комфортно, используя свое устройство в качестве планшета. Панель задач автоматически переходит в эту оптимизированную версию, когда вы отсоединяете или откидываете клавиатуру на устройство 2 в 1, то есть ультрабуки. Эта функция работает только на устройствах, которые можно использовать как планшеты. То есть не каждый компьютер для этого подойдет, имейте в виду. Далее было произведено обновление системного трея, то есть в этой сборке представлено обновление системного трея, которое затрагивает все типы устройств, а не только устройства 2 в 1. Благодаря этому изменению использователи увидят закругленные формы всех значков при фокусе для сенсорных устройств и наведении курсора в правом нижнем углу. А теперь давайте посмотрим, какие у нас еще были улучшения и изменения. Если мы возьмем панель параметры, здесь начато развертывание анимированных значков, иллюстрации приложений и параметры. С помощью анимированных значков на панели навигации продолжается совершенствоваться принципы моушн-дизайна, чтобы улучшить привычные взаимодействия. Следующее это у нас ввод текста. Сделано небольшое изменение, которое начало развертываться еще со сборки 25179. Чтобы улучшить частоту повторения нажатий клавиш для традиционной раскладки сенсорной клавиатуры. Про исправление проблем. Насчет драйвера МД я уже сказал. Не знаю, была ли эта проблема именно в сборке предыдущей, либо же это была какая-то иная проблема, но у меня она решилась. Что было еще внесено при этом обновлении? Значит, меню пуск. Исправлен сбой, который наблюдался у пользователей при использовании рекомендуемого раздела меню пуск. Также были исправлены проблемы с проводником. Исправлена проблема в последних двух сборках, из-за которой некоторые инсайдеры, включенные опцией запуск окна по папок в отдельном процессе, не могли запустить проводник из-за сбоя процесса Explorer.exe. Внесены изменения, чтобы улучшить производительность, удаление файлов через проводник. Исправлена проблема, влияющая на стабильность диспетчера задач. Теперь диспетчер задач работает быстрее и стабильнее. Сейчас я перечислил самые известные проблемы, которые были на предыдущих сборках. Также изменения и исправления проблем коснулись обновления в системном трее, меню пуска, проводника, способов ввода, меню параметров, виджетов, окна, диспетчера задач и другие исправления. Также я поймал себя на мысли, что раз дрова AMD самые исцелились, то может и с фейситом что-то произошло. Потому что античит на 11 винде при отсутствии модуля TPM 2.0 не запускается ни в какую. Но, к сожалению, ничего не исправилось. Ошибка также присутствует. То есть на 11 винде невозможно запустить фейсит, если у вас нет модуля TPM 2.0. То есть если вы винду устанавливали в обход ограничений. Так что имейте в виду это. Это просто я вас проинформировал. Это для тех, кто играет на фейсите и в то же время хочет на неподдерживаемый комп 11 винду установить. Работать он у вас не будет. Даже на этой новой сборке. Те функции, которые также я обнаружил просто на глаз. Значит у нас в правом нижнем углу есть панель оповещения. И теперь у нас появилась функция не беспокоить. То есть при этом статусе вас будут уведомлять только о самых важных событиях, происходящих в вашей Windows. Все остальные события будут просто здесь появляться. В общем, ребята, вот такой вот небольшой обзор. Так что если вы не знали о том, что вышла новая сборка, а вышла она еще у нас 8 сентября. Я, конечно же, как обычно, с запозданием делаю обзор. Но я думаю, что ничего страшного. И целью этого ролика является то, что я должен был, скорее всего, вас оповестить о том, что вышла новая сборка. Ко всему прочему, вы должны знать, как ее установить. Даже при условии, что у вас Windows 11 не поддерживается. Ну и на этом все. Не забывайте смотреть описание. Там будут все ссылочки вам необходимые. Всего доброго. До свидания.